всем привет и сегодня установлю вот этот прожектор и вот этот датчик движения на стол при входе на участок кстати уже второй день идет дождь и как это буду делать не знаю наверное придется промокнуть так мне дали для тестирования вот такой комплект инструмента шток именно имя буду устанавливать датчик и прожектор и так я купила себе светодиодный прожектор защиты от влаги ip65 только такие можно устанавливать на улице без навеса и датчик движения с фотореле чтобы он включался только в сумерках в темноте монтировать я буду это все инструментом шток столб не сверлить нельзя поэтому придется крепить все на перфоленту кстати эти ножницы и отлично режет креплю по центру ленты прожектор на болты отмеряю кабель нюм 3 на полтора мне надо разобрать светильник чтобы сделать соединение проводов внутри самого прожектора на улице дождик поэтому постараюсь по максимуму сделать все в мастерской жаль монтировать придется все таки на улице разбираю переделываю вот так на новый кабель закручиваю засовываю новый кабель внутрь далее надо соединить все провода по цветам а плетка-сниматель для круглых проводов отлично справился провод от светильника тонкий и мягкий поэтому плетку от него надо снимать вот таким специальным ножом далее беру стриппер и убираю плетку с жил это также можно сделать универсальным оплеткой-снимателем на светильнике провод многожильный поэтому скручиваю жилы и беру зажимные клеммники а вставлять провод клеммники очень помогают изогнутые плоскогубцы попробуй полосатый провод это земля коричневый фаза она синий изоленты много не бывает ну хотя можно и без нее собираю светильник обратно теперь мне нужна шестнадцатая гофра кабелерезом ее откусывать нельзя ни в коем случае повредишь его бери плоскогубцы или кусачки ни у кого такого не видела сама придумала затачиваю провод чтобы он не цеплялся внутри гофры и опять изолента наконец-то я добралась до датчика разбираем его отрезаю немного фанеры чтобы прикрепить к ней перфоленту потом уже сам датчик уже не в filling просверливаю отверстие для второго питающего кабеля и засовываю их внутрь. Больше всего мне понравился вот этот оплетка-сниматель. Он узкоспециализированный, но для меня самый простой и безопасный. Продолжение следует... Далее надо правильно соединить провода. Земля с землей. Два нуля к нулю. Питающую фазу и фазу от датчика к светильнику. Собираю все и пошли коммонтировать на стол. Итак, мне надо залезть вон туда. Терзаюсь сомнениями. Как там стоять-то? Так, оператор, лезь первым. Ладно, решила все-таки, что именно ты стоишь того, чтобы я геройствовала. Приступаю к монтажу. Чтобы прожектор светил куда надо, надо сделать его под наклоном. Лучше сделать как с датчиком. На перфоленту, к фанере. А потом уже светильник на нее. Но переделывать уже не хочется и сейчас я что-нибудь придумаю. Сзади я креплю на болт, чтобы перфолента стянулась хорошо. И мне надо добавить еще две ленты, чтобы светильник мог закрепиться по диагонали. Креплю я перфоленту на старый советский замок плоскогубцами. Раньше же стяжек не было пластиковых. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Далее прокладываю кабель, закрепляя его стяжками. Смотрите, как будто кто-то другой в куртке работает. Теперь дело за датчиком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Креплю кабель, который идет к щитку. Вскрываю сам щиток. Выключаю автоматы. Сверху фаза остается. Там горит огонек, ты его не видишь, но он там есть. А снизу все обесточено. Можно безопасно работать, хотя все равно страшно. Как пошутил один мой подписчик, профессионалы электрики даже жену за две груди не берут сразу. Сверху фаза остается. Теперь надо подключить фазу и ноль. Сверху фаза остается. Сверху фаза остается. Здесь можно поесть. Сверху фаза остается. В общем, все. Закончила. Фуф. Надо проверить датчик. Следи-ка, работает или нет. Ура! Проверяю зону действия. Загляну-ка я в инструкцию. Есть две регулировки и тест. При тесте ставлю максимум освещенности и минимальное время работы. А теперь освещенность ставлю на сумерки и на ноль. Теперь он днем не будет включаться и кушать мои денежки. Куплю себе милку на сэкономленное. Помни главное правило. Всегда прибирайся за собой. Весело было бы в канаву упасть, сказала оператор. Ну а теперь пора делать выводы о шток. Все ссылки на инструмент в описании. Отвертки очень крутые, мне понравились. Стержни от отвертки можно использовать без основной ручки. Вот этот нож совершенно бесполезен с нюм кабелем. Да и опасно это. Зато он хорошо справляется с более мягкой оплеткой. От книпекса отличается только размером. Вот скажите, стоит ли я переплачивать в два раза за книпекс? Оплетка сниматель для круглых поводов хорошо себя показала. В отличие от моего, книпекс имеет еще вот такой нож. И это плюс. А это подстольный инструмент ZEMS 3000. Лучший деревообрабатывающий станок. Мне очень понравился вот этот вид оплетка снимателя. У него уже есть встроенный нож, но почему-то он без стопора. А это стрипер, он вообще классный. В общем, два этих против вот этого одного. Я выберу два. Ножницы крутые, ими хорошо подрезать прямо под перфоленту, даже натянутую. И режут они очень легко, прям для девушек. Подписывайся на канал, нажимай на звоночек, чтобы быть в курсе новых видео. Если оценил мое геройство, то ставь лайк. Пока-пока!